Я как бы надеюсь, вы очень рады меня видеть, что изменилось. Изменилась локация сзади, изменилась моя стрижка, я подстриглась, да, кому нравится, можете написать об этом в комментариях. Ну а я сегодня отправляюсь, как всегда, в Брукхейвен, чтобы показать вам новые секреты после нового обновления. Они еще не закончились, их просто дофигища добавили, поэтому давайте проверять вместе. Ну что, я сегодня, вот я в Брукхейвен, и я готова показывать вам новые секреты, потому что это просто отвал башки. Наверное, не будем много тратить времени на то, чтобы бегать куда-то, поэтому мы сейчас, значит, встаем вот сюда, выбираем новый дом, и я показываю вам еще два, два, ребята, два дополнительных секрета. Один из них будет такой достаточно обширный, потому что его нужно будет активировать, чтобы показать вам как раз новый секрет вот здесь. Поэтому мы сейчас отправляемся вот сюда, сразу давайте, наверное, возьмем деньги в нашем инвентаре, деньги взяли, и теперь забегаем вот сюда вовнутрь. Теперь, конечно, нажимаем на нашу швабручку, включаем наш секрет, дальше спускаемся вниз, как всегда, и теперь здесь под столом активируем кнопку. Нажимаем на нее, супер, и берем деньги, чтобы продолжить, чтобы мы могли зайти в это секретное местечко. Мы сюда пробегаем, и здесь мы знаем то, что у нас есть вторая кнопка, на которую мы можем нажать, чтобы активировать тот секрет с Agency. После того, как мы его активировали, у нас появляется логотип Agency, и помимо этого появляется еще кое-что, что я вам до этого не показывала, и это тоже очень интересно. Мы забегаем вот за вот эту картину, и здесь находим вот такую интересную, ребята, надпись. Greed and Fear. И что же нам это говорит, что это тот самый секрет в музее? Это очень интересно, ребята. То есть, Greed у нас это жадность, Fear это вроде как что-то типа боли или обмана, я не помню, ребят, клянусь, не помню, как переводится Fear. Я помню, что у нас был Greed это жадность, у нас был Brave это храбрый, Kind это доброта, и Fear у нас было, блин, то ли, да, короче, что-то типа боли, я не помню. Ну, короче, что-то, в общем, какая-то злая эмоция. И, значит, здесь у нас показывает вообще, как это относится вот к этой карте. И самое интересное, я ожидала, что на второй карте будет написано типа вот этот Brave и Kind. То есть, две добрые эмоции, но нет, этого не было написано. Конечно, я сейчас, ребята, вышла, вылетела просто отсюда как пробка, не туда повернула. Нам нужно зайти вот сюда, и здесь-то у нас, посмотрите, ничего не написано, то есть, нету Brave и Kind, то есть, есть только Greed и Fear. Это очень интересный, ребята, секрет, могу я вам сказать. А я сейчас отправляюсь активировать новый секрет, который связан тоже с этим домом, но прежде чем его как-то вообще включить, его нужно активировать. Поэтому мы сейчас телепортируемся прямо к дому, удаляем этот дом и ставим наш достаточно старый дом. Нам нужно поставить вот этот дом, чтобы там взять вот эти светящиеся когти. Это вот эти вот, получается, энергетические кристаллы, вот эти, которые в виде каких-то когтей или, я не знаю, спиц. Короче, так и не поняли, что это какие-то иглы, в общем. Итак, мы сейчас запрыгиваем вот сюда, запрыгиваем, и здесь мы берем вот так вот эти когти. Еще нам понадобится ноутбук, поэтому мы сейчас давайте тоже его возьмем прямо здесь, включим его, чтобы он нам написал здесь то, что он сконнектился. Посмотрите, сейчас здесь будет какой-то connected, как вы видите, сконнектился. Дальше мы, конечно, нажимаем обратно и бежим, ребята, уже в церковь. Это просто офигеть, это новый секрет вообще с этим новым домом, его раньше не было. И я когда увидела, я просто офигела, я его проверила, и как все поняла, это там вообще капец. Так что, ребята, те, кто не знает, обязательно досмотрите это видео до конца. Нам сейчас понадобится стремяночка. Нам нужно забраться наверх. Давайте вот как-то что-то слишком высоко, ребята, что-то высоковато. Ну, вот так сюда, я думаю, допрыгну или не допрыгну, но в любом случае попробовать стоит. Слишком высоко я ставлю лестницу, нам сюда не добраться. Давайте еще как-то пониже воткнем, может вот так у нас что-то получится. Да, ребята, мы теперь забираемся вот сюда, прыгаем и прыгаем прямо на церковь. И здесь мы включаем вот эту вот кнопку. Дальше мы забегаем в церковь, чтобы там нажать funerals. И после того, как мы нажимаем funerals, у нас появляется вот здесь вот кнопка на гробу. Мы все прекрасно знаем, это очень старый секрет. Мы телепортируемся на вот эту арку. И сейчас будем ждать, когда у нас сконнектится именно наш компьютер. Мы это сделали. Супер. Теперь нам нужно телепортироваться обратно к дому. После того, как мы телепортируемся к этому дому, мы ставим снова новый дом. То есть мы меняем вот этот дом на новый. И теперь я буду уже, после того, как я проделала все эти манипуляции, я буду показывать вам вот этот новенький крутой секретик. Я надеюсь, ребята, вы будете в восторге, потому что я была в полном восторге. Мы сейчас нажимаем снова на швабру и забегаем в этот наш секрет. Здесь нам опять нужно будет сейчас прямо нажать на кнопку, чтобы активировать нашу секретную базу, наш секретный agency-бункер. Ну, как всегда. Забегаем вот сюда. И теперь давайте нажмем тоже, активируем вот здесь еще раз секрет. Наводим там как курсором, я не знаю. Очень неудобно. Вот, почти вот так. Навели. Все, супер. С этим ноутбуком, ребята, мы садимся на все пять стульев. Делаем все абсолютно то же самое, что проделываем в желтом доме. Мы это уже делали тысячу раз. А, блин, село два раза. Так, и теперь садимся вот сюда. И как вы видите, у нас здесь коннектор. Но ничего не происходит. Теперь обязательно, ребята, убираем ноутбук и берем его по новой. И ждем. Сейчас здесь как появится новая записка. Вуаля, ребята. Тоже нам здесь пишут. Следуй за Блиндли. Тоже нам здесь, ребята, пишут. Следуй слепо и не думай ни о чем. То есть не думая. Следуй слепо и не думая. Деньги это все. Agency. Ребята, это просто какой-то вообще разрыв. Я не знаю всего, что они имеют в виду. У нас эта секретка полностью связана с деньгами. То есть нам, прежде чем зайти вот в эту комнату, нам нужно взять деньги в руки. То есть только с деньгами ты сюда пройдешь. В записке Маркус пишет то, что здесь... О, как раз мой подписчик, значит, пришел сюда. В записке нам Маркус пишет. Он нашел секретное место, куда могут попасть только самые богатейшие люди. То есть логично, что деньги мы должны взять из сейфа. Это просто вообще пушка. Дальше мы сюда проходим. Здесь тоже вообще какое-то, я не знаю, супер секретное помещение. И вот такой вот интересный секрет, когда мы активируем, значит... Когда мы активируем, значит, наш ноутбук, мы можем найти вот такую секретку, где нужно слепо следовать, не думая ни о чем. И что деньги это все. И то, что это подпись Agency. Ребята, это просто топчик. Я не знаю, секретка просто пушка. Мне кажется, что это очень важный какой-то секрет. И что нам пытаются подсказать Agency, абсолютно непонятно. Я не знаю, ребят, вы можете написать свои догадки у меня в комментариях. Я, если честно, даже не знаю, о чем думать. Давайте мы, кстати, попробуем сейчас вернуться и посмотрим. На ноутбуке надпись все так же остается, да. То есть слепо следовать. Деньги это все. И как мы видим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть сейф. То есть логично, что заходя сюда, мы должны зайти в сейф. После этого мы только можем с деньгами попасть в эту секретную комнату. И это все приведет нас к тому, что нам Agency говорят, что деньги это все. И нужно слепо следовать, не думая. Это, ребята, я даже не знаю. Это очень-очень интересный секрет. И то, что в этой еще комнате написано, то, что вот там на карте grid и fear. То есть я вообще, ребята, не понимаю, что это за такие подсказки нам дает Вульф Пак. Что он за секреты такие создает. Но секретка безумно просто интересная. Я не знаю, ребят. Ну, вы можете сами убедиться. Я не знаю. То есть слепо следовать, ни о чем не думая. И что деньги это все. Значит, логично еще то, что Маркус нам, конечно, дает понять о том, то, что в эту секретку могут попасть только самые богатейшие люди. Просто настолько богатые, что чрезмерно богатые. Давайте мы сейчас уберем этот ноутбук. И вот мы прочитаем эту записку. Как раз то, что он нашел секретное криминальное помещение, где собираются Agency. И что в эту локацию могут попасть только супер богатейшие люди. И это подписывает нам Маркус. Ребята, напишите в комментариях, как вам этот секрет и как вы думаете, что же он значит.